Полутора годовалый ребенок получил ожоги внутренних органов. Малыш находится в реанимации Краматорска. По данным правоохранителей, мальчик остался без присмотра и выпил моющее средство. Сейчас за его жизнь борются врачи, а полиция и прокуратура расследуют обстоятельства случившегося. Полутора годовалого мальчика госпитализировали в реанимационное отделение детской горбольницы Краматорска. У ребенка серьезные повреждения ротовой полости и внутренних органов. По словам врачей, малыш получил ожоги от концентрированного щелочного раствора. Состояние ребенка специалисты оценивают как тяжелое. Состояние тяжелое, стабильное, с положительной динамикой и перспективной. Пока данных, которые говорят о повреждении жизненных функций нет, но ожоги внутри полости рта, полости пищевода серьезные. Он уже начал есть, проходит жидкая пища, так что мы думаем, что прогноз у него будет через какое-то время благоприятный. О случившемся медики сообщили в полицию. Там выяснили, что пока мама малыша была в соседней комнате, мальчик попробовал на вкус моющее средство для плиты. Полицейские установили, что инцидент произошел около 11 часов. Мама 25 лет отвлеклась, отошла в другую комнату, находилась вместе с ребенком в квартире. И в это время ребенок услышала крик, прибежала на кухню, увидела ребенка, который держал в руках средство для чистки плиты. Женщина сама вызвала врачей и сообщила все подробности случившегося. В прокуратуре тем временем открыли уголовное производство за невыполнение родительских обязанностей. За указанным фактом зарегистрировано криминальное проведение за частью 1 ст. 166 Криминального кодекса Украины. Родина дитини на облику службы в справах детей не перебывает. Правоохранители полагают, что здесь имел место скорее несчастный случай, чем преступная невнимательность. Вероятнее всего, матери ребенка не будет грозить уголовная ответственность. Врачи тем временем опасаются, что у ребенка могут проявиться дополнительные симптомы. В этом случае малыша придется срочно перевозить в Харьков. Алексей Куделя, Игорь Ванастарев, телеканал Донбасс.